На первый взгляд, утки похожи на орлов. На самом же деле, это совершенно разные существа. Если вы знаете, на что обращать внимание, вы тут же узнаете утку. Например, и те, и другие могут летать. Но в то время, как орел парит высоко в небе, утка стремится лететь низко над водой. Отличительная черта уток, бросающаяся в глаза, это их кряканье. В общем-то, утка крякает целый день. Она крякает, просыпаясь утром, она крякает, требуя корма, она крякает, если что-то не устраивает, она крякает, если другие утки утаскивают у нее из-под носа корм, она крякает, если не может чего-то добиться. Жизненная установка «крякать, а не действовать» ни к чему хорошему не приведет. Давайте рассмотрим некоторые ситуации, по которым мы сразу определим характер утки. Вы когда-нибудь приходили в гостинице на 15 минут после официального времени на завтрак? Если вы встретитесь с суткой, она скажет вам «сожалею, вы опоздали, вы не видели табличку на дверях? Завтрак до 10». Кря-кря-кря. Орел же скажет «к сожалению, мы уже свернули буфет, может быть я попрошу на кухне быстро приготовить вам что-нибудь?» Что бы вы хотели? Вы были когда-нибудь на рынке стройматериалов? Это 5000 квадратных метров торговых площадей и один единственный продавец. Он все время занят с каким-нибудь клиентом. Чаще всего это человек, который решил построить высотный дом. Что произойдет, если вы вежливо прервете? Простите, у меня только один вопрос. Где стоит коричневая краска? Вы не видите, что я занят? Я могу заниматься только одним клиентом. Подождите, пока я подойду к вам. Кря-кря-кря-кря. Несколько месяцев назад я хотел зарегистрироваться в гостинице в Атланте. У меня была заказа на комната, и мой заказ был подтвержден. Но к моему прибытию все было занято. Дама на ресепшене сказала мне, что мой заказ недействительен, поскольку все комнаты заняты. Она сообщила мне это и оставила меня стоять. Я напомнил о своем праве. Но дама ответила мне только, если в гостинице нет мест, то их просто нет. Я же не могу вам взять откуда-то новые комнаты. Кря-кря-кря-кря. Больше она не хотела тратить на меня свое время. Понятно, подумал я. Утка. Поэтому я потребовал пригласить ко мне ее начальника. Она недовольно ответила. Он не скажет вам ничего нового. С этими словами она собиралась скрыться за дверью. За этой дверью наверняка был утиный пруд, и она вернулась бы с другой уткой. Я попросил ее привезти ко мне орла. Кого? Переспросила она. Я объяснил. Пригласите кого-нибудь, кто не скажет, что это невозможно. Это она поняла. Менеджер, который вскоре появился, действительно был орлом. Он сказал. У нас действительно нет мест. Это ошибка нашей гостиницы, за которую я приношу свои извинения. Я постараюсь как можно скорее найти для вас выход. Я сейчас позвоню, чтобы найти для вас номер в гостинице нашего уровня, который мы для вас оплатим. Могу ли я пригласить вас на ужин в нашем ресторане, пока я занимаюсь поисками? Вы узнаете орла? Пока утки крякают, орлы действуют. Кряканье означает для уток отговорки, оправдание, бессмысленную болтовню, недовольство и капризы. Когда-нибудь уток увольняют. Они становятся первыми жертвами кризиса. И тогда они говорят. Какая несправедливость. Я думаю, шефу не понравился мой нос. Напротив, орла всегда повышают по службе. Важно не становиться утками и не крякать, вместо того, чтобы достигать результатов. А в нашем отделе, в нашей фирме, в нашей команде мы должны избегать уток. Правда, некоторые люди полагают, что можно направить к цели и утку. Но знаете, что вы тогда получите? Утку, осознающую цель своей деятельности. Вот некоторые отличия между уткой и орлом. Утки говорят, я не могу себе это позволить. Орлы спрашивают, как я могу себе это позволить. Утки пессимистичны. Орлы оптимистичны. Утки рассказывают друг другу негативные истории из своей жизни. Они даже устраивают для этого утиные собрания. Орлы рассказывают в основном позитивные истории. Утки делают только самое необходимое, а часто не делают и этого. Орлы проходят и дополнительный отрезок пути. Они делают больше, чем кто-то мог от них ожидать. Утки работают медленно. Их рабочий девиз гласит, я на работе, а не на пожаре. Орлы все делают КМС, как можно скорее. Утки все знают лучше всех и находят причины ничего не делать. Орлы готовы учиться, что они и делают. Утки ищут отговорки. Орлы ищут решения. Утки не идут на риск. Орлы иногда боятся, но все равно действуют. Они мужественны. Утки работают с десяти до шести. Орлы часто работают с шести до десяти. Утки ищут в любой возможности проблемы. Орлы видят в любой проблеме возможности. Утки плохо говорят об отсутствующих, так они себя чувствуют намного лучше. Орлы говорят хорошее или молчат. Уткам нужно много времени, чтобы принять решение, но они очень быстро от него отказываются. Орлы решают быстро, потому что хорошо знают свои ценности и доверяют своей интуиции. Они придерживаются своих решений. Утки концентрируются на проблемах и крякают. Орлы концентрируются на решениях и действуют. Утки годами помнят о нанесенной обиде. Орлы прощают. Утки ждут, что их будут кормить. Если корма недостаточно, они крякают. Орлы берут всю ответственность на себя и добывают то, что им нужно. Утки вынуждены любить то, что у них есть. Орлы зарабатывают себе то, что они любят. Утки волнуются из-за мелочей и считают, что этим они и живут. Орлы не считают себя слишком важными. Для уток весь мир состоит из маленького пруда. Орлы достигают высочайших вершин. Утки сетуют на обстоятельства. Орлы изменяют обстоятельства. Чему могут научиться утята в своей стае? Как нужно крякать? Орлы же содействуют окружающим их людям. Вы когда-нибудь видели, как орлы готовят своих птенцов к жизни? Сначала родители начинают убирать мягкий пух, которым услано гнездо. Они его просто выкидывают из гнезда. Потом они убирают траву. В гнезде становится все более неуютно. Постепенно удаляются маленькие веточки. И вот уже орлята лежат на жестких колючих ветках. Вскоре им это надоедает, и они совершают первые попытки взлететь. Если же один из них слишком боязлив, родители просто выбрасывают его из гнезда. Если орленок и тогда не разворачивает крылья, родители ловят его и несут обратно в гнездо. Но только для того, чтобы снова выкинуть его оттуда, пока он не научится летать. Люди, живущие рядом с орлом, просто вынуждены расти. Орлы не терпят застоя и лени. Они бросают всему миру вызов. Поэтому орлы оказывают на людей сильное влияние и ведут их за собой. Их интересует жизнь вокруг них и люди, которые их окружают. Они хотят влиять на людей и менять их в лучшую сторону. Возможно, поэтому орла так почитают и используют как символ на множестве гербов. Мы охотно последуем примеру орла. Победители живут как орлы. Какое животное вы несете на вашем гербе по жизни?